Здесь красуются наливные яблоки, спелые арбузы и сладкая ягода на любой вкус и цвет. Только вот расположено все это добро на самой земле, не считая сколоченных ящиков, которые выполняют роль импровизированного прилавка. Вид города от этого не самый красивый. А что насчет качества продуктов? Это мы пытались выяснить вместе с представителями Россельхознадзора и управления потребительского рынка. То есть на автовой базе на какой-то покупаете? Да, мы на зоне покупаем. Здесь есть китайский товар, есть узбекский. Вот получается на китайский товар должен быть фитосанитарный сертификат. Вы должны при приобретении на базе, когда товар берете, вы должны там требовать. Получается сейчас мы просто пресекаем торговлю, соглашается предприниматель все собрать и занести вовнутрь. Составить протокол в этом случае не получилось. У продавца не оказалось даже паспорта, не говоря уже о санитарной книжке и нужных сертификатах на товар. Но торговлю никто не отменял. В таких случаях иностранцам проще заплатить штраф и стоять дальше. А административное взыскание превращается в своеобразный налог к казне государства. На следующей точке разрешительных бумаг на месте тоже не нашлось. Есть где-то, могут привезти. То есть все эти бумаги должны быть у продавца на руках? Да, должны быть у продавца на руках, чтобы по требованию он их мог предъявить. Ну то есть покупая товар вот в таком месте, мы не уверены, качественно он или нет. Давайте пройдем контрольную закупку. Купим дыню, арбуз по килограмму и отправим в лабораторию. Основной закон рынка спрос рождает предложение. У нас есть достаточно большое количество объектов торговли, павильоны, киоски и так далее, магазины, супермаркеты. То есть зачастую людям, если бы они не останавливались вдоль дорог, на трассах не покупали, тогда их бы тут и не было. Но такая удобная покупка может с легкостью превратиться в настоящий кошмар. Товар здесь низкого качества, а продавцы – это просто перекупщики, которые приобретают продукцию с ближайшей оптовой базой. А людей могут поджидать кишечная палочка, сальмонеллез и дизентерия. Зато цена не кусается, рассуждают экономные четинцы. Они что-то если уценяют, уценяют, если немножечко подходит сроки, видно, что уже как бы мягкие, или что они снижают цены. Ну, стараешься брать что-то по ценнику, приемлемое такое. Некоторых не пугают даже плохие условия перевозки, хранения и реализации всех этих вкусностей. Открытыми деревянными ящиками забита вся улица и автомобили. Мухи, едкий запах брожения. Увидев людей в форме, торговцы спешат убрать всю ягоду в багажник автомобиля. Скажите, пожалуйста, ваши ягоды? Нет, нет, нет. Тогда можно забирать? Да, вот. Я вообще к этому никак не причастен. Никак. То есть мы забираем себе эту ягоду? Смотрите сами. Выделяются места, где можно торговать. И сегодня мы даже посмотрели, что есть свободные места, ну, так называемый новый рынок, лотки, да, на которых не надо будет земли, с каких-то приспособленных ящиков. Там есть места. Но люди предпочитают вот по простому пути пойти, вдоль дороги сесть, не соблюдая никакие неправила торговли. Вы посмотрели, ни ценников нету, соответственно, единая цена невозможна, нету ни санитарной одежды продавцов, соответственно, не соблюдается ни товарное соседство, ничего. Купить баночку ягоды или арбуза здесь намного проще и выгоднее, потому что по пути. Но, к сожалению, большинство читинцев не задумываются о последствиях, которые можно получить, начиная от легкой аллергии и заканчивая острым отравлением. За несколько часов нам удалось найти только одну торговую точку со всеми разрешительными документами и санитарными книжками. Остальным, видимо, проще убежать от телекамеры и бросить свой товар на растерзание. И даже такие частые рейды не избавляют Читу от стихийного уличного рынка. Продавцов не пугают ни штрафы, ни предупреждения. Торговали, торгуют и будут торговать. Виктор Соловьев, Владимир Николаев, ЗАПТВ.